ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вижу летающие крепости, ведут бои с мессерами. Возвращаясь к заданию дважды Герой Советского Союза Иван Кожедуб встретился с группой американских самолетов. Бомбардировщики Б-29 и сопровождавшие их истребители «Мустанг» отбивались от атакующих мессершмиттов. Ну ты что, не видишь, в кого ты стреляешь? Неожиданно американский истребитель обстрелял самолет Кожедуба, очевидно приняв его за немца. В завязавшемся бою советский летчик был вынужден ответить. И Кожедуб сбил два американских истребителя. Ну все. Устроят мне по первое число. Кто тебя сбил? Кто тебя сбил? Фокке-Вульф с красным носом. С красным носом. Наверняка с голубыми глазами. Видать, Фокке-Вульф пил много. Отличная работа, а, Павел Федорович. Да уж. Виноват, товарищ генерал. Так что, Фоккер с красным носом? Товарищ полковник, так что, я иду тихо, никого не трогаю. Сели на хвост, показываю. Свои же. Куда? Куда вы придете? Знаешь, Ваня… Возьми-ка ты, наверно, эти пленки себе, и никому их больше не показывай. Спасибо, товарищ генерал. Вань, эти победы в счет будущей войны. Разрешите идти? Идите. Идите. Война подходила к концу. Красная армия вступила на территорию фашистской Германии. На втором фронте союзники тоже двигались к немецкой столице. И далеко на востоке против союзницы Германии и Японии воевали американские и советские войска. В феврале 1945 года в Крыму, в Ялте, встретились главы трех союзных держав. Премьер-министр Великобритании Черчилль, президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт и председатель Совета народных комиссаров СССР Сталин. Восьмидневные переговоры в Крыму завершились подписанием общего коммунике. В частности, в соглашении о Японии и Китае говорилось. Руководители трех великих держав Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании согласились в том, что через два-три месяца после капитуляции Германии Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников при условии возвращения Советскому Союзу в южной части острова Сахалин и всех прилегающих к ней островов. Между Сталином и Рузвельтом произошел следующий диалог. У меня есть один вопрос, о котором я хотел бы переговорить с маршалом Сталином. Это вопрос о Корее. В Тегеране я говорил об учреждении опеки над Кореей. Встает вопрос, кто должен быть попечителем. Я думаю пригласить в качестве попечителей Китай, Советский Союз и Америку. Не будет ли это протекторатом? Ни в коем случае. Попечители помогут корейцам управлять своей собственной страной, пока они не будут готовы к самоуправлению. Не придется ли вводить в Корею войска? Нет. Против осуществления предложения, сделанного президентом, у меня нет возражений. Чем короче будет срок попечительства, тем лучше. Но уже в июле 1945 года на Потсдамской конференции новый президент США Гарри Трумэн занял по отношению к СССР более жесткую позицию. Стремление Советского Союза отгородиться от капиталистического мира буфером государств с коммунистическим режимом настораживало Запад. И США, и Великобритания воспринимали распространение коммунизма как опасность номер один. Чтобы упрочить свою позицию на переговорах, Трумэн сообщил Сталину только что полученную от военных информацию. У США есть оружие необыкновенной разрушительной силы. Могло показаться, что в руках союзников появилось новейшее оружие для борьбы с оставшимися противниками в войне, но Сталин понял, что эта бомба нацелена на Советский Союз. Война с Японией еще не закончилась. С военно-воздушной базы США взлетали на патрулирование самолеты. Прибытие новой группы бомбардировщиков выглядело обыденно. Необычным было то, что район их базирования находился в нескольких милях от других подразделений и тщательно охранялся. 6 августа 1945 года в час 45 бомбардировщик Боинг-29 НЛГ, полковника Пола Тибица, поднялся с базы Тиньян. В группе с ним следовали запасной самолет, два контролера и три разведчика. Через шесть часов самолеты достигли японского города Хиросима. Боинг, пролетая над центром города, в 8.15 сбросил свой груз. Через 45 секунд на высоте 600 метров произошел взрыв атомной бомбы «Малыш», эквивалентный 13 тысячам тонн тротила. Точное число жертв первой атомной бомбардировки неизвестно до сих пор. В первые минуты после взрыва в Хиросиме погибли более 80 тысяч человек. К концу года общее количество умерших от ожогов, ранений и лучевой болезни составило около 166 тысяч человек. Спустя три дня майор Чарльз Суини сбросил плутоневую бомбу «Толстяк» на город Нагасаки. Она уничтожила около 70 тысяч человек. Мир шагнул в эпоху ядерного оружия. Цивилизация стояла на пороге нового противостояния – борьбы современных технологий. Отставание в этом соперничестве означало неминуемый крах, а любая ошибка – катастрофу. Но договоренности, достигнутые союзниками в Ялте и под Сдаме, были СССР выполнены. В августе 1945 года в Маньчжурии Красная Армия в результате молниеносной войны за 10 дней разгромила Квантунскую группировку японской армии. Американцы выступили с новым предложением. Соединенные Штаты не вмешиваются в действие Советского Союза в Маньчжурии. СССР получает Курильские острова, но не высаживается, как планировалось, на остров Хоккайдо. Территория японских островов остается в сфере влияния США. Капитулировавшая Япония утратила свое господство и в Корее. По договору между союзниками по антигитлеровской коалиции страна разделялась на две части демаркационной линии по 38-й параллели. Сталин этот проект одобрил. Север оставался в советской зоне ответственности, а юг – американской. 38-я параллель до сих пор является границей между Северной и Южной Кореей. В 1945 году на севере страны проживало чуть больше 10 миллионов жителей, на юге – около 20 миллионов. В южной части Кореи в мае 1948-го было сформировано правительство Республики Корея. В северной части в сентябре провозглашена Корейская народно-демократическая республика. После окончания войны 18 августа 1945-го летчик Иван Кожедуб за высокое воинское мастерство и личное мужество был удостоен третьей медали «Золотая звезда». Кожедуб Иван Никитович – трижды Герой Советского Союза. На фронт попал лишь весной 1943 года, начинал воевать на истребителе Ла-5. За годы войны, совершив 330 боевых вылетов, ни разу не был сбит. Уничтожил 62 немецких самолета, став лучшим асом антигитлеровской коалиции. За время войны летчики 176-го гвардейского истребительного авиационного проскуровского полка совершили 9 450 вылетов. Воздушные охотники провели 750 боев, сбили 389 самолетов противника. Но праздничная эйфория рассеялась. Все чаще звучал вопрос, что дальше? Было очевидно – вооруженные силы сократят. Многие хотели уволиться из армии, поступить в институт, но значительная часть не мыслила своей жизни без авиации. Летчики понимали – приобретенный в боях с Люфтваффе опыт еще может пригодиться. Окончание Второй мировой войны, несмотря на подписанные соглашения, не стабилизировало отношения между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. В оккупационной зоне СССР быстрыми темпами шло создание просоветских режимов. В Польше коммунисты взяли власть в свои руки еще в июле 1944-го. В Югославии и Албании – в 1945-м. К 1949 году к ним присоединились Болгария, Румыния, Чехословакия, Венгрия и Северная Корея. 1 октября 1949 года в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика, а седьмого – в советской зоне оккупации – Германская Демократическая Республика. Распространение коммунистических идей категорически не устраивало Запад. В то же время военное превосходство оставалось за США, имевшими в своем арсенале ядерное оружие. Между бывшими союзниками нарастало напряжение. 5 марта 1946 года Уинстон Черчилль в Фултоне произнес знаменитую речь. В противовес советскому железному занавесу в Европе Черчилль призвал создать Англосаксонский военный союз. День 5 марта 1946-го стал датой начала Холодной войны, растянувшейся на 50 лет. Советский Союз оказался втянутым в гонку вооружений. Требовалось как можно быстрее создать собственную атомную бомбу и средства ее доставки в любую точку мира. Второй задачей стало формирование эффективной противовоздушной обороны, способной своевременно устранять угрозу безопасности страны. Американской техникой вооружили два советских полка. Но нести атомную бомбу эти самолеты не могли. Единственным носителем ядерного оружия оставался американский Боинг-29. Боинг-29, Б-29, Суперфортресс, Суперкрепость. Американский стратегический бомбардировщик. Имел рекордную для своего времени грузоподъемность – 9 тонн. Максимальная скорость – 586 км в час. Максимальная дальность полета – 6760 км. Именно Б-29 сбросил ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Через две недели после окончания войны Месищев, главный конструктор завода в Казани, предложил скопировать Б-29 своими силами. Сталину предложение понравилось. Советский Союз делал попытки заполучить Б-29 официально, но американская сторона неизменно вежливо отказывала. Неужели вы его нашли? Да, выглядит впечатляюще. Мы его даже топливом заправили, но летать еще не пробовали. Интересно, взлетит? Ждем времени подходящего. Обязательно взлетит. Все же машины этого типа нашли. На аэродромах Дальнего Востока несколько подбитых японцами самолетов совершили вынужденную посадку. Товарищ Туполев, вы хорошо знаете американский самолет Б-29? Да, товарищ Сталин, очень хорошая машина. Так вот, Андрей Николаевич, нам нужен самолет с такими же характеристиками. И мы хотим поручить это сделать вам. Беретесь? Да, он в хорошем состоянии. Советская промышленность, 4 года работавшая на войну, находилась в тяжелейшем состоянии. Катастрофически не хватало квалифицированных кадров, сырья, материалов, электроэнергии, станков, оборудования. В этих условиях предстояло сделать технологический рывок. Любой ценой. Летчик Дмитрий Ваулин. Герметичность кабины проверяли женщины. В кабине создавалось избыточное давление, и женщины щекой водили по стыкам, устанавливая, нет ли утечки. Управление рулями высоты и элеронами тросовое. У нас было принято на конце троса вставлять коуши и трос заплетать, а у американцев оба конца троса вставлялись в трубку и обжимались. Причем при проверке на разрыв трос рвался, но из трубки не выползал. Как это сделать? Оказалось, что нужно эту трубочку не только обжать, но и обстучать, чтобы металл заполнил пустоты плетения. Подобных технических мелочей находили тысячи. Но через два года, в 47-м, первый самолет, получивший наименование Ту-4, поднялся в воздух. Ему не хватало дальности, чтобы долететь до территории США и вернуться обратно, но Лондон был уже в пределах досягаемости. Оставалось сделать бомбу. В 1946 году, беседуя с создателем американской бомбы Оппенгеймером, президент Трумэн спросил, когда русские смогут создать бомбу? Я не знаю. Я знаю. Когда же? Никогда. Самолет специальной метеорологической разведывательной службы США в районе Камчатки взял пробы воздуха. Анализы показали наличие в них изотопов. Это означало, что в СССР был произведен ядерный взрыв. Действительно, 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области Казахстана состоялось испытание первой советской атомной бомбы. Получив подтверждение этой информации, президент США Трумэн заявил журналистам. Мы располагаем данными о том, что в течение последних недель в Советском Союзе произошел атомный взрыв. С тех пор, как атомная энергия была высвобождена человеком, следовало ожидать соответствующего развития этой новой силы другими нациями. К этому времени в Северной Корее уже действовала коммунистическая гражданская администрация, управлявшая хозяйственной и политической жизнью страны. В страну возвращались и советские корейцы, и жившие в эмиграции корейские коммунисты. Из Владивостока на пароходе Пугачев прибыл в Корею и капитан советской армии Ким Ир Сен. Он получил назначение в Пхеньян на должность помощника коменданта города. Ким Ир Сен. Настоящее имя Ким Сон Джу. Участник партизанского движения в Маньчжурии. В 1940 году с остатками отряда прорвался на территорию СССР. Служил в Красной Армии. В 1945 году при содействии советского руководства возглавил Временный народный комитет Северной Кореи. Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи. И вплоть до своей смерти – президент Корейской народно-демократической республики. При жизни официально именовался великий вождь, солнце нации, маршал могучей республики. Вторым президентом Северной Кореи стал его сын Ким Чен Ир. Окупировавшие Южную Корею американцы, прежде всего, разогнали созданное левыми националистами правительство. Генерал Дуглас МакАртур предложил на роль руководителя страны гражданина США Ли Сын Мана. Ли Сын Ман в 1897 году за выступление против правительства был арестован. В 1904-м эмигрировал в США. Требовал передачи Кореи под опеку США. В годы Второй мировой войны выступал против сотрудничества США с Советским Союзом. Был провозглашен президентом Корейской республики заочно. США занимался сбором денег в пользу оккупированной Кореи, но был обвинен в их растрате. В 1948 году избран президентом Республики Корея – ярый антикоммунист. В апреле 1960-го очередная сфальсифицированная им победа на выборах вызвала массовые беспорядки. Эмигрировал на Гавайи, где и скончался. Ли Сын Ман раньше своих американских хозяев озвучил идею создания на территории Кореи сепаратного государства. Вашингтон тоже видел всю Корею зоной собственного влияния без участия СССР. Однако в оккупационной американской части возрастало сопротивление, расширялось партизанское движение. Ким Джун Су – житель корейской деревни в окрестностях горы Тхэбэксан. Днем мы жили в Демократической и Антикоммунистической Республике Корея, а ночью – в коммунистическом государстве, так как власть партизан по ночам была не меньшей, чем власть полиции днем. 10 мая на юге, под наблюдением комиссии ООН, состоялись первые в истории Кореи всеобщие выборы. Результаты их более чем сомнительны. В течение шести недель перед выборами 589 человек было убито и 10 тысяч арестовано. Но Ли Сен-Мана провозгласили президентом. Формировались новые структуры власти и на севере. К февралю была создана Народная армия. 8 сентября принята Конституция страны. Столицей объявлялся Сеул – город, находящийся на территории Южной Кореи. 38-ю параллель, как границу двух стран, не признавали ни Ли Сен-Ман, ни Ким Ир Сен. Столкновения на границе учащались, и дело явно шло к войне. Появление в СССР атомной бомбы и самолета, способного доставить ее к цели, упрощили положение советского государства. Создавалась и система противовоздушной обороны СССР. Лучшие истребительные части привлекались для защиты неба страны. Еще в августе 45-го 176-й истребительный полк, в котором воевал Иван Кожедуб, перебазировался на подмосковный аэродром «Теплый стан». В мае следующего года полк вошел в состав 324-й истребительной авиационной дивизии ВВС Московского военного округа. И затем в течение пяти лет летчики полка участвовали во всех воздушных парадах, проводимых в столице. А Иван Кожедуб сразу после войны поступил в военно-воздушную академию. Герой был на расхват, его приглашали на встречи, юбилеи, многочисленные вечера. Будучи добрейшим человеком, он отказать не мог. И тем не менее Кожедуб, благодаря поддержке жены Вероники Николаевны, с честью прошел и это испытание, и академию успешно закончил. В 1947 году 176-й полк получил новый истребитель Ла-9. Хотя к этому времени уже полным ходом шла работа над созданием нового истребителя. Истребителя реактивного. Первый серийный боевой реактивный истребитель Мессершмитт 262 построили немцы. Поэтому еще не закончилась война, а СССР, США и Великобритания по всей Германии охотились за специалистами в области ядерного оружия, ракетных технологий и самолетостроения. В ночь на 22 октября 1946 года более двух тысяч специалистов в области самолетостроения отправились на восток. Немцы с тревогой думали о своей дальнейшей судьбе и ожидали самого худшего. Но прибывших в Подберезье конструкторов поразила тщательность, с которой была воссоздана обстановка их офисов и мастерских. Даже пепельницы и календари, доставленные из Германии, заняли свои места. Решение о производстве немецких газотурбинных двигателей было принято на совещании в Кремле еще в декабре 1945 года. На советских заводах двигатели «БМВ» и «Юнкерс» выходили под обозначениями «РД-20» и «РД-10». В конце марта 1946 года под Москвой разыгрался «Снежный буран». В поселке Жуковский замело все дороги. Грузовики, идущие в летно-исследовательский институт, буквально ползали на улицу. Лазили по трассе. В кузовах они везли части нового истребителя конструкторского бюро «Микояна» и «Гуревича». Новую машину тщательно собрали. Ребята, катись в стремянку! Вместе со специалистами института ее изучал и летчик-испытатель Алексей Гринчик. Через месяц, утром 24 апреля, первый экземпляр самолета стоял на аэродроме. «Первый, я Сокол. Разрешите взлет?» «Сокол, взлет разрешаю». 11 часов 12 минут. Взревел двигатель. И Алексей Гринчик поднял в небо первый отечественный реактивный истребитель И-300, будущий МиГ-9 с двумя двигателями БМВ. В этот же день, двумя часами позже, летчик-испытатель Иванов взлетел на истребители КБ Яковлева Як-15 с двигателем «Юнкерс». Спустя год после окончания Великой Отечественной войны советская истребительная авиация вступала в реактивную эру. «Ух ты! Вот это класс!» «Да!» В июле на аэродроме перед руководителями авиационной промышленности проходили показательные полеты реактивных самолетов. В небе на Як-15 работал летчик Иванов. «Подобрано все хорошо. На Микояновской машине я не хуже делаю». «Да вы что! Нельзя так рисковать! Эта машина на таких режимах еще не испытывалась!» Наступила очередь Гринчика. «Ну как?» «Отлично! Молодец!» Полет приближался к концу, когда летчик вдруг заложил один крутой вираж… «Что он делает?» «Что он делает?» Другой… Летчик-испытатель Алексей Гринчик погиб. Но работа над самолетом и испытания продолжались. Уже в августе на празднике, посвященном Дню Воздушного флота, над трибунами Тушинского аэродрома на высоте 400 метров промчался реактивный истребитель. Летчик-испытатель Шиянов впервые продемонстрировал публике самолет МиГ-9. В 1946 году приступили к серийному производству самолета, но в войсках его не любили из-за частых отказов двигателей и отсутствия катапульты. В США освоение реактивной техники также шло с трудом. Принятый на вооружение в 1947 году F-84 «Тандерджет» два года не мог считаться полностью готовым. Сказывались проблемы с конструкцией и двигателями. Летные испытания прошли формально, что при эксплуатации стало причиной многочисленных аварий. А у технического персонала самолеты «Тандерджет» получили прозвище «Кошмар механиков». Инженеры бережно распаковывали ящики с эмблемой английской фирмы «Роллс-Ройс». Советское правительство закупило наиболее совершенные в ту пору английские турбореактивные двигатели «Дервинд-5», «Нин-1» и «Нин-2» с лицензией на их производство. Шесть двигателей разобрали буквально до винтика, проанализировали материалы, из которых они были изготовлены, и сделали чертежи. Уже через 4 месяца новинку английского двигателестроения запустили в производство. «Дервинд» выпускался как «РД-500», а мощные «Нин-1» и «Нин-2» стали «РД-45» и «РД-45Ф». К концу года один из двигателей установили на самолет «Микояна» с рабочим названием «И-310». До встречи нового 1948 года оставался один день. Машины аэродромной службы очистили от снега взлетную полосу, и летчик-испытатель «Юганов» вывел на старт истребитель нового поколения. Машина показала блестящие результаты, и «Миг-15» был запущен в серийное производство. Герой Советского Союза, летчик 176-го гвардейского полка Сергей Крамаренко. «Первый вылет на «Миг-15» произвел на меня неизгладимое впечатление. После дачи рукоятки газа вперед самолет буквально рванулся с места и через несколько десятков метров взметнулся вверх». Летом 1950 года «Миг-15» начал осваивать подполковник Кожедуб. Трижды герой стал заместителем командира 324-й истребительной авиадивизии. А в октябре Ивану Кожедубу было присвоено звание «военный летчик первого класса». «Миг-15» стал самым массовым реактивным самолетом в истории мировой авиации. Состоял на вооружении 40 стран. В войсках НАТО получил кодовое имя «Фагот». Всего изготовлено 15 560 этих машин. Последний «Миг-15» снят с вооружения ВВС Албании в 2005 году. Удивительно, но самолет, разработанный в 40-е годы, прослужил более 60 лет. В Москву приехал вождь корейского народа Ким Ир Сен. На встрече со Сталином он обсуждал вопросы экономического сотрудничества и открытия кредита. Но главным стал вопрос силового объединения полуострова. Сталин был осторожен. «Я не могу сказать, что север имеет абсолютный перевес над югом. Поэтому наступление на юг невозможно». Позже политбюро ЦК КПСС оценило план нанесения удара и освобождения юга как нецелесообразной, чреватой долгой войной и иностранной интервенцией. В директиве послу СССР в Корее Терентию Штыкову отмечалось, что наступление не подготовлено ни с военной, ни с политической стороны, а частная операция будет, безусловно, рассмотрена как начало войны. Но события следующих недель, произошедшие на Дальнем Востоке, изменили расстановку сил. Гражданская война в Китае закончилась. 1 октября в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика. К власти пришла Компартия Китая во главе с Мао Цзэдуном. Правительство Чан Кайши под прикрытием войск США бежало на остров Тайвань. Вскоре лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун прибыл в Москву. У СССР появился союзник на Дальнем Востоке. Правда, этому союзнику пока не хватало военной мощи. 13 марта 1950 года самолет Гоминьдановских ВВС на высоте 10 тысяч метров вторгся в воздушное пространство Китайской Народной Республики. Они летали над территорией Китая совершенно безнаказанно, зная, что у КНР фактически отсутствует авиация. Даже когда по плоскости разведчика ударили снаряды, экипаж решил, что попал в зону повышенной турбулентности. Над нарушителем уже проскочил Ла-11 старшего лейтенанта Василия Сидорова. Его ведомый лейтенант Попов зашел в атаку. Разведчик уже не успел послать вторую радиограмму. Самолет рухнул. Эй! Джек! Джек! Своих военно-воздушных сил у Китайской Республики не было. Правительство КНР обратилось к Советскому Союзу за помощью в создании военной авиации. В марте в Китай прибыла советская 106-я истребительная авиационная дивизия. Летчик-истребитель Станислав Хваленский. В конце 1949 года из нашего полка отобрали примерно половину летчиков для участия в так называемой правительственной командировке. Вызывали каждого отдельно и беседовали. Объясняли, что дело связано с опасностью. Брали только добровольцев. Кто не хотел или сомневался, тех оставляли. По приезде в Шанхай нас переодели в форму китайской армии, дали китайские документы с китайскими именами. Перед началом войны в Корее 106-я дивизия оставалась единственной частью советских ВВС на территории Китая. Рядом с летчиками-истребителями служили и зенитчики. Петр Лутков. 1-й гвардейский сенитно-прожекторный полк. В Шанхай нам выдали форму китайской армии, прикрепили каждому из нас по ученику-наставнику-охраннику к китайцу и запретили без сопровождения выходить из расположения части. Объяснили это тем, что гомендановцы охотятся за советскими войсками с целью их пленения и последующего предъявления капиталистическому миру в качестве доказательства вмешательства русской армии в гражданскую войну в Китае. Гомендановские газеты публиковали карикатуры с изображением советского солдата, из-под полы гражданского пальто которого торчал автомат. За полгода гомендановские ВВС потеряли в небе над Шанхаем 7 самолетов. Ким Ир Сен продолжал поиск союзников для борьбы с Южной Кореей. Весной 50-го в Пекине он получил от Мао Цзэдуна заверение, если США включится в войну, то Китай окажет помощь КНДР. В этой ситуации Советский Союз также решил поддержать Ким Ир Сена. Возможно, на решение Сталина повлиял следующий факт. В январе государственный секретарь США Дин Ачисон сказал, что Южная Корея находится за пределами оборонительного периметра США. Отсюда можно было сделать вывод, что американцев в случае атаки с севера не окажут Ли Сен-Ману прямой военной помощи. На фоне информационного шума по воссоединению страны началась подготовка к наступательной операции. СССР поставил в Северную Корею большое количество вооружения, в том числе танки и самолеты. В страну в качестве советников и консультантов прибывали офицеры. Главным военным советником в Корейской народной армии был назначен генерал-лейтенант Васильев. Васильев Николай Алексеевич – герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны командовал дивизией на Сталинградском, Донском и Воронежском фронтах, затем стрелковыми корпусами. С декабря 1949 года главный военный советник и военный атташе в Корее. В ноябре 1950-го отозван в СССР. Работал в Главном разведывательном управлении Генштаба, был военным советником в Румынии и военным атташе в Китае. К лету 1950-го года Корейская народная армия значительно превосходила своего противника. Корейская народная армия насчитывала 188 тысяч человек, армия южан – 114 тысяч. Войска северян имели превосходство по пулеметам в 7 раз, по автоматам – в 13, по танкам и самолетам – в 6 раз. Обе стороны держали большую часть своих войск у 38-й параллели, поэтому пограничные конфликты происходили постоянно. Так, в течение 1949 года на территорию Северной Кореи было совершено 1836 вооруженных вторжений. Очевидно, что столь высокий уровень напряженности рано или поздно должен был привести к военному конфликту. Вечером 24 июня в войсках КНДР зачитали приказ министра обороны, в котором указывалось, что южнокорейская армия спровоцировала военное нападение, нарушила 38-ю параллель. Правительство КНДР отдало приказ о переходе в контрнаступление. Воскресное утро 25 июня 1950 года. Для летчиков 176-го истребительного полка день был выходным. Жизнь в части шла по установленному распорядку. Зарядка, завтрак, полеты, отдых, занятия. Мирная жизнь налаживалась. Пилоты даже покупали машины в складчину. Ромов, Лазутин, Крамаренко и Родионов бросили жребий, кому первому. Сначала купили Лазутину, а вскоре победа появилась и у Крамаренко. Но в обед радиоточки на столбах центральных улиц вдруг заговорили, как тогда, в 1941-м. Всем, всем, всем! От Советского информбюро в Корее началась война! Было очевидно, СССР не оставит без поддержки коммунистический строй Ким Ир Сена. В свою очередь, американцы помогут южнокорейскому лидеру Ли Сен Ману. И недавние союзники перейдут к открытой борьбе друг с другом. На небольшом полуострове столкнутся две величайшие страны мира, вооруженные ядерным оружием. Американский пилот Б-29 Вейланд Майо. Идея вступления России в войну против нас рассматривалась как вполне реальная угроза. Наши экипажи прошли обучение и были готовы летать над Россией с ядерными бомбами. Каждому был назначен город или район, определены маршруты полета с описанием возможного противодействия зенитной артиллерии и истребительной авиации. В случае войны мы знали, куда и как лететь. Единственная проблема – все понимали, что билет был в один конец. Но никто не жаловался. У меня не было сомнений. Если бы приказали, я сбросил бы бомбу и на Нью-Йорк. Наступление Корейской народной армии началось сразу на нескольких направлениях. Главная группа войск при поддержке танков двинулась на Сеул. Вспомогательная обходила столицу Кореи с востока, перерезая противнику пути отступления. У города Каннын коммунисты высадили морской десант. В первый же день боев северокорейские пограничники при поддержке самоходных артиллерийских установок Су-76 захватили единственную артиллерийскую часть Республики Корея. Глубокой ночью Лью Сенман позвонил Макартуру, командующему оккупационными войсками в Японии. «Генерал отдыхает, я не буду его будить». «Находящиеся в Корее американские граждане будут по одному погибать, а генералу желаю приятных сновидений». Дуглас МакАртур. Генерал армии США. Фельдмаршал Филиппин. Ярый антикоммунист. От имени США на борту линкора Миссури принял капитуляцию Японии. С 1950 года командующий силами ООН в Корейской войне. Требовал применения против Кореи и Китая ядерного оружия. Публично не соглашался с политическими решениями президента Трумэна. В апреле 1951 года отправлен в отставку. Западнее Сеула войскам Корейской народной армии удалось прорваться к реке Ханган, местами достигавшей 6 километров в ширину. Сеул также находился на этой реке. По единственному мосту из города уходили армия и мирное население. Саперы южан подготовили мост к взрыву, чтобы не дать войскам Киммерсена захватить столицу с тыла и продолжить движение вглубь страны. Ночью командиру саперной команды показалось, что на другом берегу появились Т-34. Взрывайте мост! Там же люди! Танки уже у моста. Через 5 минут они всех передавят. Там же люди! В результате взрыва погибло множество солдат и мирного населения, а на северном берегу реки осталась брошенной половина личного состава армии Кореи. Танки же ворвались в город лишь утром, а северокорейская пехота, совершив обход, перерезала главную магистраль, ведущую на юг. Командир 105-й танковой бригады доложил о взятии Сеула. В этот же день в небе Кореи появились самолеты ВВС США. С авиабазы в Японии вылетела группа истребителей «Твин Мустанг». В бою с Як-9 северокорейских ВВС они сбили три самолета, потеряв один. Чуть позже истребители «Шутинг Стар» отразили налет корейских Ил-10 на аэродром Кимпхо, сбив пять самолетов. После взятия Сеула армия Киммерсена остановилась. Военные действия возобновились только 5 июля. Пхеньяне ждали, что на юге начнется всеобщее восстание, с расчетом на которое и планировалась кампания. Но хотя партизаны и оказывали какую-то помощь, никакой революции не произошло. Корейцы просто бежали от войны. Сталин телеграфировал в Пхеньян послу Штыкову. Телеграмма. Сталин послу в Корее Штыкову. Вы ничего не сообщаете о том, какие планы у корейского командования. Думает ли оно продвигаться вперед? Или решило приостановить продвижение? По нашему мнению, наступление надо продолжать, безусловно. И чем скорее будет освобождена Южная Корея, тем меньше шансов для интервенции. В эти же дни из Москвы в сторону Иркутска в режиме военного времени практически без остановок шли составы. Спасибо за чай. В купейных вагонах расположились офицеры военно-воздушных сил. А в грузовых — опломбированных — самолеты МиГ-15 с отстыкованными от фюзеляжа плоскостями крыльев. Пятая гвардейская истребительная дивизия, усиленная гвардейским авиаполком, в эшелонах пересекла советско-китайскую границу. В вагонах всех военнослужащих, от солдат до офицеров, переодели в китайскую военную форму. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Поезд прибыл в Мукден и начал разгружаться. На аэродромах техники собирали самолеты. Так, приехали. О! Давай чемоданы. Держи, спасибо. Здорово. Опа! Личному составу сдать имеющиеся документы. Взамен выдавали другие на китайском языке. В них значилось, что их предъявители — китайские добровольцы. 5-я дивизия стала 151-й гвардейской истребительной. Ее полки рассредоточились на военно-воздушных базах северо-восточного Китая — в Мукдене, Аньшане, Ляояне. Две крупнейшие мировые державы, еще недавно громившие общего врага, встали на путь вооруженного противостояния. Гражданская война в Корее перерастала в крупный локальный конфликт, в который оказались втянутыми десятки стран. А советским и американским летчикам предстояло стать противниками. Над восточно-азиатским регионом нависла угроза ядерной катастрофы. Сейчас нагреемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин